Братья и сестры, здравствуйте! Уже в такой полюбившейся, воскресшей рубрике наших встреч «Иди и смотри», где мы подбираем возможные фильмы для просмотра. Потому что в нашу визуализированную эпоху нельзя ничего не смотреть. Все равно, что смотреть будешь. Надо смотреть хотя бы что-нибудь более-менее полезное. Я сегодня предлагаю вам любопытный датско-германский фильм «Адам и вы яблоки» с Матсом Миккельсоном в главной роли, где он играет лютеранского пастора. Вообще фильм шедевральный, как по мне, но на вкус и цвет, как известно, товарищей нет, поэтому я не навязываю вам свой вкус, но рекомендовать могу. Досмотрите только до конца, пожалуйста. То есть, как в той пословице про половину дела, которую они всем показывают, значит, нужно до конца досмотреть, если уж смотреть. Завязка очень простая. Если церковь должна выполнять социальные функции, так считают атеисты всех мастей, раз уж вы молитесь Богу, в которого мы не верим, как бы с точки зрения наших представлений, как бы вы люди бесполезные, потому что вы молитесь тому, в кого мы не верим, то вы должны исполнять еще какие-то социальные функции, как Петр Первый думал. Ну, например, там занимайтесь коллегами, занимайтесь там одинокими, занимайтесь там чем-то еще. И вот так вот лютеранский пастор, на приходе которого нет прихожан, все пусто. Оно так и пусто и есть. Если вы бывали там в Швеции, Дании, там в Северной Европе, там пусто все. К сожалению, конечно. Вот в этой пустой церкви, которой там некому молиться, ему навесило государство функции реабилитационного центра. И к нему сплавляют людей, которые отсидели срок или досиживают свой срок за терроризм, за неонацизм, за покушение на убийство, за какие-то половые извращения. Вот там у него такая группа чудаков, они все тут как бы помещены за моей спиной на баннере, вот они как бы составляют его паству. И он там с ними занимается трудотерапией, они что-то там работают. Ну, там Адамова яблоки, вы видите, там выращивают яблоки, пытаются с них делать там яблочный пирог. Попадает туда некий неонацист, которому скоро надо выходить на свободу. Вот, у него прям там Гитлер висит там дома, ему там Библию суют, которая вечно падает у него с полки и вечно открывается на одном и том же месте, на книге Иова. Ну и, в общем-то, книга Иова является красной нитью этого фильма, поскольку, как вы потом это сами увидите, речь идет о неком библейском боге. Не боге философов, а боге Библии, как писал Паскаль перед смертью. Не бог философов, а бог Авраама, Исаака и Якова. Бог гневный, бог парадоксальный, бог, который может прийти и уйти, который может позвать тебя и отвернуться, бог, который может наказывать до четвертого рода и миловать до тысячи родов. То есть бог Библии, такой живой, настоящий бог, которого не словишь, и которому не прикоснешься, и который перемалывает тебя в труху иногда, а иногда воскрешает из мертвых. Вот этот живой бог, там появляется бог Иова на самом деле. Но там, где есть бог Иова, там нужен и сам Иов. Это праведник, который не знает о своей праведности. Праведник, на которого валится куча разных неприятностей. На бедного Макара все шишки валятся. Вот такого праведника, который не знает о своей праведности, который в глазах людей выглядит дурачком и таким ничтожеством, так попросту сказать. Вот его играет этого Иова современного, как раз Миккельсон. Этот Иов современный попадает в тяжелые цепкие руки живого бога, который вьет из него веревки. Но в конце надо досмотреть до конца, действительно, что там происходит в конце, потому что побеждает и бог, и праведник. Бог с праведником побеждают вместе. Хотя там все, ну, очень тяжело и очень плохо. Это будет лишним поводом прочесть книгу Иова, ту самую, которая вечно падает с полки у этого нациста и вечно открывается на одном и том же месте. Он, в конце концов, берет ее и читает. Делает из нее, правда, совершенно неправильные выводы, но потом берет ее потом еще раз и делает уже правильные выводы. Это книга интегральная для всей Библии. Это книга о страдающем праведнике. Книга Иова, я уже сейчас говорю. Поскольку в нашем сознании твердо закреплено такое положение, что праведнику должно быть хорошо. А грешнику должно быть плохо. А в мире все наоборот. И человеческое сердце мучается от этого несоответствия своих ожиданий и действительности. И люди вопят на небо. Вопит Давид, вопит Илья, вопит сам Иов, вопит Еремия. Вопят все святые. Почему путь грешников спеется? Где ты, Господи? Где Бог правды? Где Бог справедливого суда? Почему, значит, вот это совершается в мире? Почему несчастен святой? Почему, значит, нечестивцы восхвалились там и укоренились? Разжирели, растучнели и считают, что они владеют жизнью и так далее. Это самый больной вопрос истории человеческой. На него есть ответ. Страдающий праведник – это прообраз Иисуса Христа, в котором греха нет, но которого пригвоздили ко Кресту за грехи наши. И это все в Ветхом Завете проображается множеством событий. В частности, и этой великой книгой Иова. В посту, кстати, ее стоит прочесть непременно. В особенности тем, кто никогда ее не читал. Это возвышенное чтение заменит вам все остальное. Любые молитвы, любые акафисты, любые поклоны. Это великая книга. Ну, а я предлагаю вам сегодня этот фильм «Адамовые яблоки». Слышите, здесь библейское, собственно, название, поскольку «Адам и яблоко» – это история грехопоядка. Это не «Эппл», который «Connecting people». Это именно яблочко надкушенное, это знак совершившегося греха. Это библейская такая, значит, фраза. «Адам и яблоко», да. «Адамовые яблоки», значит, здесь сразу улавливается соблазн, грех, покаяние, Бог милующий, Бог карающий. Все это в фильме есть. Фильм, если вам понравится, я буду очень рад. Не понравится, ничего страшного, на вкус и цвет, как я уже сказал, товарищей нет. Но мы будем искать дальше что-нибудь интересное, полезное для назидания, вразумления, для приведения в страх Божий современного человека, которому очень тяжело достучаться. Итак, приятного просмотра «Адамовые яблоки».